Просто не понять, что происходит. Известно, что парня задержали. По данным источника, его могли отправить под домашний арест, но оставили под подпиской о невыезде. И переходим к дорожным ЧП. В Челябинске автоледи за рулем иномарки вылетела на тротуар и сбила пешеходов. Есть пострадавшие. А на автодороге обход. Тоже в Челябинске водитель автокрана не справился с управлением. Больший груз вылетел в кювет. Все подробности в материале Эльвира Хафизовой. В Челябинске пересечение Свердловского проспекта и улицы Каслинской. На кадрах видно, легковушка поворачивает на перекрестке. Сначала машину заносит в одну сторону, потом в другую, а затем иномарка вылетает за пределы дороги. На снегу до сих пор виднеются следы от тормозного пути иномарки. Он составляет несколько десятков метров. По предварительным данным, девушка вылетела вот с этого перекрестка и сразу на тротуар. Здесь стояли люди и ждали своего автобуса, чтобы уехать на предприятие. Но не всем было сегодня суждено добраться до работы. На остановке стояли рабочие и ждали служебный транспорт. На часах было 8 утра. Час пик. Не знаю, как она так разогналась. Вроде скорость маленькая. Но ее в одну сторону, во вторую. И прямо вот она так, бам, и тут перелетело. Вот это все. И сюда. Здесь люди стояли. Людей уже не видели, потому что, видимо, в скорую, как понял, двоих в скорую забрали и увезли. Известно, пострадали две женщины. Обеих забрали медики. Одной из пациенток требуется дообследование. Вторую женщину в скором времени отправят на амбулаторное лечение. Самой автоледи 45 лет. Она не пострадала, однако сильно испугалась. Сотрудники ГИБДД попросили женщину вдыхнуть в трубку. А позже увезли в наркологическую клинику для дообследований. Я был понятым при медицинском освидетельстве на алкоголь. Была ли она пьяна? Нет. Трезвая. То есть водитель трезвый? Аппарат показал ноль. Сейчас точные обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Эта авария произошла на автодороге «Обход» в Челябинске. 41-летний водитель за рулем автокрана на изгибе дороги не справился с управлением, протаранил отбойник и вылетел в кювет. В результате ДТП шофер получил травмы, лечиться будет дома. В Челябинск-Свердловский проспект столкнулись снегоуборочный «КамАЗ» и легковушка. Я на поворот шел, смотрю, никого нет. Но чтобы он не развернулся. У меня здесь эта граница, чтобы разворачиваться и в обратную сторону идти. Но девушку не увидела и летела. Известно, «КамАЗ» перевозил соль, хотя сыпать ее на дороге запретили. Шофер рассказал, солью посыпал на опасных участках и на областных дорогах. ДТП обошлось без пострадавших. Страшная авария в Троицке. Столкнулись легковушка и «Газель». По предварительным данным, 53-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2111, при совершении маневра разворота от обочины, маневр на данном участке автодороги запрещен, не предоставил преимущества движения, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Газель» под управлением 39-летнего водителя. В результате аварии водитель легковушки получил травмы, его забрали медики. Две пассажирки ВАЗа тоже получили травмы, но будут проходить лечение амбулаторно. Снова Троицк. Водитель «Газели» сбил 36-летнего пешехода. Женщина переходила дорогу по зебре. К счастью, обошлось без жертв. Даму увезли медики. По факту ДТП проводится проверка. Челябинский врач, которого в СМИ прозвали «вампиром», попытался выйти из больницы. Вместе с адвокатом мужчина подал на апелляцию. Напомню, по решении суда Ленинского района, из-за того, что врача-вампира признали невменяемым, его решили отправить на принудительное лечение в организацию, которая оказывает психиатрическую помощь. Рассматривал жалобу Челябинский областной суд. Подсудимый со своим адвокатом просили изменить наказание, но суд отказал. Напомню, почти два месяца в 11-й городской больнице работал убийца, которого 20 лет назад признали психически нездоровым. Выйдя из клиники после принудительного лечения, мужчина осуществил давнюю мечту. Купил диплом врача и устроился в больницу. Когда руководство начало проверять все документы, уволился. После скандала в квартире лжетерапевта провели обыски и обнаружили запрещенные вещества. Мужчине провели психиатрическую экспертизу и выявили заболевание. В августе Ленинский районный суд отправил подсудимого на принудительное лечение в специализированную клинику. Обвинение вынесли по двум статьям. Использование заведомо подложных документов и незаконное изготовление хранения наркотиков в крупном размере. Полицейские нашли украденную овчарку. К стражам порядка обратился житель Чебаркульского района. Рассказал, что у него пропала собака по кличке Лада. Хвостатую мужчина купил 4 года назад и за это время она ни разу не убегала. В поисках мужчина обошел все село, в котором живет. Но Ладу так и не нашел. Приехали полицейские и вскоре нашли исхудавшую собаку в сарае одного из частных домов. Оказалось, что ее похитил житель все того же села и спрятал у родственников. Те держали овчарку на цепи. Подозреваемого задержали, а Ладу вернули счастливому владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Похитителю грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый под подпиской о невыезде. Тем временем автоинспекторы раскрыли кражу аккумуляторов из автомобилей. Сегодня ночью обратился Челябинец и пожаловался, что вокруг его автомобиля ходит неизвестный мужчина. И теперь этому человеку может грозить уголовная ответственность. Вот к отечной легковушке подходят двое молодых людей. Потом появляется третий. Долго ковыряются и вскоре открывают капот. А затем приезжают автоинспекторы. Вот и владелец автомобиля. Ускрыли мою машину ВАЗ-2114 и сняли аккумулятор. Побредили там фару немного, когда снимали. Спасибо ребятам, что так оперативно сработали. Камеру наблюдения Владимир поставил специально, чтобы следить за машиной. И вот пригодилось. Автоинспекторы разбудили мужчину посреди ночи и рассказали, что машину обворовали. А вот и те самые подозреваемые. Когда сотрудники ГИБДД до них добрались, этот мужчина лежал на сидении иномарки. То есть подъехали сотрудники госавтоинспекции, вас разбудили? Ну, да. Попросили открыть багажник, да? Да. Что дальше? Там лежало два аккумулятора. Рядом лежали инструменты для того, чтобы доставать аккумуляторы. Молодого человека задержали по подозрению в краже. Неподалеку автоинспекторы нашли еще три аккумулятора и пять автомобилей, в которых, скорее всего, и стояли эти запчасти. В том же дворе задержаны еще трое подозреваемых. Всех четверых доставили в отделение. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело. Улицы и дворы Снежинска освобождают от автомобилей. Дело в том, что некоторые автолюбители просто-напросто бросают свои машины, которые по каким-то причинам не на ходу. Итак, день за днем легковушки превращаются в металлолом, который занимает парковочное место или мешает проходу. Вот такие беспризорницы на колесах. А иногда и без не только портят общий вид, но и могут стать причиной ЧП. За последние два года в Снежинске нашли 133 брошенных автомобиля. В результате проведенной работы удалось добиться того, что большинство этих транспортных средств с улиц и дворов нашего города были убраны самими автовладельцами. И комиссии пришлось эвакуировать только шесть автомобилей, которые были установлены порядком эвакуированы и помещены на специализированную муниципальную стоянку. Такие рейды в Снежинске проводят регулярно и находят все новые и новые автохлам. На машины клеют вот такие красные метки. За этот рейд они появились на семи автомобилях. Если владелец не уберет свой транспорт сам или не приведет машину в порядок, то автолюбителя может ждать штраф. Будьте аккуратны с биодобавками. Или проще, БАДами. Об этом напоминают полицейские. В области процветает мошенничество с такими препаратами. Как правило, ситуация такая. Человек покупает БАДы. И вскоре после этого ему звонят. Чаще всего мошенники представляются полицейскими и рассказывают, что препарат продавали нарушители. И БАДы могут только навредить здоровью. Сейчас мы проводим проверку по организации, которая продала вам ваши БАДы. Вам предлагается компенсация в виде полутора миллиона рублей. Я сейчас переведу вам на страхового агента, который подробнее расскажет вам, как можно получить вам ваши деньги. Добрый день. Чтобы получить ваши деньги, вам необходимо оплатить. Полицейские напоминают, они не выплачивают компенсации и не требуют открывать какие-либо счета. Если вам поступил подобный звонок, нужно положить трубку и обратиться в полицию. Это всё, о чём я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдрева. Тебе нужен кредит, и ты знаешь сумму. Теперь выбираешь подходящие условия? Сам решай, использовать залог или нет. Нужна ли отсрочка первого платежа? И как быть со страховкой? Определи удобный для себя срок и получи комфортную ставку по кредиту. Короче, в Челяб Инвестбанке выбери свой кредит и купи уже всё, что хотел. ПАО «Челяб Инвестбанк». 268-00-88. челинвест.ру Челябинская команда отправляется в Нижнекамск. Прямую трансляцию матча «Нефтехимик-трактор». Смотрите сегодня в 21.30 на ОТВ. Болеем за наших! Не надо стесняться. Лёша, ты почему мне не подпеваешь? Я комплексую. Включайте ОТВ завтра с 7 до 9. День без комплекса. Будем просыпаться вместе. Спонсор прогноза погоды – Медицинский центр Кия. Почти два десятилетия мы проводим реабилитацию детей с детским церебральным параличом. Также наши высококвалифицированные специалисты предложат комплексный подход в лечении опорно-двигательного аппарата, ухода за телом и коррекции фигуры. Медицинский центр Кия. Проспект Победы, 290-Б, 214-42-22. Медицинский центр Кия. Продолжение следует. Продолжение следует. Храните деньги в сберегательной кассе, предупреждал герой Леонида Куравлева в известной советской комедии. Но времена меняются, и уже другие герои призывают защитить персональные данные, чтобы сохранить деньги на вашей банковской карте. Какие новые схемы используют мошенники, чтобы завладеть сбережениями? И как выглядят современные охотники за вашим банковским счетом? Поговорим об этом с заместителем начальника отдела управления уголовного розыска ГУМВД России по Челябинской области Денисом Ершовым. Здравствуйте, Денис Владимирович. Здравствуйте. Вот перед большими праздниками кто-то копит на большие подарки, а кто-то просто конкретно охотится за вот этими накоплениями. Как часто к вам обращаются с жалобами на кражи, на обман? Подобные преступления очень распространены, не только в Челябинской области, но и на территории Российской Федерации в целом. Наверное, около 30% от всех имущественных преступлений как раз занимают преступления, связанные с мошенничествами и кражами из банковских карт. Ну а вот кто чаще всего подвергается обману? Вы знаете, анализ показал, что, наверное, пожилые граждане и люди старшего возраста, они наиболее подвержены данным преступлениям, потому что их грамотность, так скажем, их понимание того, как совершается преступление, оно у них отсутствует. А вот можно это заметить, например, вот если кто-то постучался тебе там на страничку или зашел и предлагает какой-то товар, вот как-то здесь можно сориентироваться? Да, в первую очередь необходимо почитать отзывы, если это в социальной сети какой-то страничка какого-то физического лица, который занимается реализацией какого-то товара либо оказанием каких-то услуг, необходимо просто посмотреть отзывы, то есть в поисковики вбить данные этого человека либо страницы и посмотреть, что пишут о нем иные пользователи. Если это, к примеру, какая-то торговая площадка, по примеру, Авито и иных подобных площадок, то здесь ситуация аналогичная, то есть в первую очередь необходимо читать отзывы. И что самое главное, ни в коем случае не стоит вносить предоплату за товар, тем более стопроцентную предоплату за товар, которого вы не видели. И получать товар на почте и выносить оплату только после того, как вы его получили и осмотрели. Ну а если демонстрируют какие-то фотографии, видео в конце концов, вот смотрите, вот вы хотели убедиться этот товар, вот он. И вроде как человек доверяет вот этому видео, вот этому. Здесь тоже есть способ очень элементарный. Необходимо спросить у лица, который реализует товар, в каком городе он находится. И предложить данному лицу осмотреть товар лично. К примеру, сообщить ему о том, что в данном городе проживает некий знакомый ваш, который может подъехать и лично осмотреть товар. Если при этом лицо прекращает общение и не называет свой адрес, место встречи, тогда становится понятно, что это мошенник. Потому что, как правило, они сразу прекращают общение и им становится неинтересным. Они ищут следующую жертву, и эта беседа им уже не важна. Итак, вот если все-таки подытожить, какие методы используют мошенники здесь? Что касается социальных сетей, в первую очередь пытаются заинтересовать стоимостью товара. Потому что если товар будет дешевый по той же рыночной цене, что и...